Операция дезинформации на Вальнятом удалась. Поверив в то, что протестующие соберутся на Лубянке и Новой площади, несметные армады ликсутовских автобусов и бирюковской техники были сконцентрированы у ФСБ и администрации президента. А народ через телеграм-каналы собрали на Сухаревке и через площадь трех вокзалов направили к матросской тишине. Перегруппироваться силовые структуры смогли ох не сразу. Думские лидеры фракции заявляют, что нехорошо, дескать, нынешний протест поддерживать. Мол, режиссеры не те. Так ведь он есть независимо от нашего к нему отношения. Поддерживают политики протест или нет? Народный протест создан власть придержащими. Он подчиняется определенным указаниям и силам потому, что других указаний нет. Нравятся кому-то режиссеры или нет, это народного недовольства не отменяет. Были привлечены полиция, ОМОН, Росгвардия, военные. В одной из групп за черными масками при поднятых шлемах я вдруг увидела женские лица. Для подавления протестующих привлекли женщин, женщин-матерей. Жуть! Но, конечно же, абсолютным злом является не Иванов, Петров или Сидоров, а система присвоения народной собственности и денег налогоплательщиков – кучка олигархов. Отказаться от присвоения народной собственности олигархат не может. Выселение из квартир, вырубки, слежка – власть придержащие поставили столицу на грань трагедии. Воспользоваться данной ситуацией может кто угодно. Многие, наверное, из тех, кто в воскресенье ехал на вокзал на машинах, опоздали на поезда. Ведь вся Комсомольская площадь, площадь трех вокзалов была забита автобусами, которые привезли служащих этих силовых структур. Однако пытаться подавить протест репрессиями и арестами все равно, что тушить пожар бензином.